Сегодня поговорим о Великом Посте. Мы обсуждаем эту тему, а пост идет. Начали мы соблюдать его или нет, это большой вопрос. Некоторые сводят все к кулинарии. Конечно, все это важно. Важно облегчить свое тело, чтобы сделать его, а и душу, тоже более восприимчивыми к молитве. Для тех, кто начинает входить в это состояние, конечно, жизнь кажется довольно сложной, потому что человеку не свойственно себя ограничивать, он не хочет. Он хочет наслаждаться, расслабляться, потреблять. Это мы все знаем не понаслышке. Мы такие. И наше падшее естество вопиет, сопротивляется, что есть мочи. Тем не менее, пост дан на то, чтобы преодолевать свои внутренние грехи. Каждый знает, в чем он виноват пред Богом, в чем он попускает себя, в чем находит наслаждение, радость житейскую. И творит какой-то грех с особым наслаждением. Вот пусть на этот грех он и обратит внимание, и возненавидит его от всей души. Пост, если к нему относиться серьезно, дает нам возможность кое-что преодолеть в себе с Божьей помощью. Потому что через пост мы обращаемся к Богу с молитвой. Мы вопием ему о помощи. Потому что сам человек по себе, он немощен, сам по себе, он не может избавиться от греховного груза. Весь смысл поста, в том числе и великого, состоит в том, чтобы сделать себя более готовым ко встрече с Господом. В данном случае речь идет о воскресении Христовом, о светлом дне Пасхи. Это важно. Важно увидеть себя погибающим. Потому что если мы видим себя погибающим, но не хотим погибать, значит мы имеем нужду в Спасителе. А это Христос. И тогда начинается реальное, настоящее Богообщение. Я не хочу погибать, я искренне пытаюсь попросить Господа помощи. И разве Он не даст ее? Он даст. Он даст. Но вопрос номер два. Возьмем ли мы эту помощь, когда почувствуем некое послабление от греховного груза? Потому что человек немножко подал, так сказать, в своей падшей натуре. Чуть-чуть ослабело, там печень перестала болеть, там от наркотика, там немножко, так сказать, отпустило. И прочее, и третье, десятое. И хочется снова возвращаться, как сказано в Евангелии, псом на свою блевотину и жрать ее, лизать. Зачем? Ну, этот вопрос грешный человек себе не задает. И только когда уже не в моготу, опять, Господи, помоги. Ну, в общем, нужно не доводить дело до ручки, и пост для этого прекрасное средство. Только нужно отнести серьезное, только нужно понять, что ты погибаешь. Причем эти слова обращены к каждому. Не думайте, что они касаются только каких-то грубых грешников, там, закоснивших в своих грехах и прочее. Нет, нет. И тех, кто мнит себя праведником, и стоит часами в храме, и молится, а тебе тоже это надо. И именно ты имеешь в этом нужду. Праведник. Праведен Господь. А мы все грешники. А мы все грешники.